Приветствую всех на своем канале, меня зовут дядя Митя и вы можете подумать, а что я здесь нахожусь среди развалин? Но это совершенно не так. Здесь находится усадьба Ольгина, одно из исторических мест. Неподалеку находится замок Альденбургских в Рамоне. Так что ставим лайки и смотрим дальше продолжение. Всем известен дворец принцессы Альденбургской в Рамоне. Видео можете посмотреть на моем канале по всплывающей ссылке. Но мало кто знает, что рядом с этой территорией имеется не менее важное историческое место – усадьба Ольгина. Эти имения сильно сплетены между собой. При входе на территорию усадьбы навстречает вот это здание. Кладка здесь напоминает, как и у замка Альденбургских. Ведь именно сын принцессы, Петр Александрович Альденбургский, женился на княжне Ольге, сестре Николая II. Молодоженами было принято решение о строительстве летней резиденции в Рамоне. Для этого было выкуплено поместье рядом с замком. С 1902 по 1908 год шло строительство усадьбы Ольгина. Ведь именно такое название оно получило после покупки. В 1915 году супруги получили развод. И уже в 1917 году имение было продано Петром. После продажи из усадьбы стали вывозить все. Самое популярное место на территории – это вот этот фонтан. По окончанию Великой Октябрьской революции до 1948 года здесь размещался Воронежский химико-технологический институт. В дальнейшем здесь появилась районная больница. Попадая на территорию усадьбы Ольгина, нас встречают несколько полуразрушенных зданий. От бывшего величия не осталось и следа. Когда мы увидели впереди стоящее желтое здание, подумали, что это и есть сама усадьба. Но оказалось не так. За моей спиной находится инфекционная больница. Она была открыта в 1953 году на развалинах старинной усадьбы. Она была полностью уничтожена во Вторую мировую войну. Остался только фундамент. В 1904 году петербургскими архитекторами, кричинским и художником Чихониным были выполнены проекты так называемого сельского корпуса. Сегодня являются одними из самых ярких образцов модерна Воронежской области. В советское время это был роддом и многие жители Рамони появились в нем на свет. Сейчас от этого корпуса остались только стены. Это поместье находится в ужаснейшем состоянии. Здесь разруха. Даже взять вот это отдельно стоящее здание. Оно недавно горело. И сюда не вкладывают никаких денег, чтобы отреставрировать это и привести в божеский вид. Дом управляющего в советское время это была бактериологическая лаборатория. Теперь это вновь жилой дом. На территории усадьбы проживают люди. Вот даже взять вот это старинное здание. Посмотрите как оно ужасно отреставрировано. Каким сайдингом пластмассовым. А также есть частный дом. Там тоже люди живут. Представляете, на историческом месте кто-то живет. Конюшни были переоборудованы в советское время под гаражи из ТО. Также здесь мы можем наблюдать вот эту конюшню. А точнее остатки от нее. Здесь были кони самой принцессы Ольги. За усадьбой на тропинке в сторону Ольгиного бугра нас встретил немой свидетель всех событий. Величавый дуб. Рядом с главным корпусом усадьбы находится вот этот огромный дуб. Ему наверное лет 300 уже. На Ольгином бугре в зарослях, сирене, многие годы одиноко ютится. За низкой оградой могила коренного рамонца, учителя физики, зауча, директора рамонтской школы Петра Федоровича Базилевского. Это был добрый, обходительный человек, учитель с большой буквы. В 2002 году в могилу была захоронена урна с прахом его дочери, учителем географии Марии Петровой Базилевской. Попадая на смотровую площадку, захватывает дух. Вся рамонь как на ладони. Отсюда открывается бомбический вид. На реку Воронеж, на сахарный завод, а также на дворец Альденбургских. Я представляю, как сюда бояре приходили, садились, накрывали стол и смотрели на это все великолепие. Хотелось, чтобы такие исторические места оставались не только на фотографиях, но можно было и прикоснуться, и почувствовать быт и культуру того времени. Кому понравилось мое видео, не забываем ставить лайки, а также подписываться на меня. Меня зовут дядя Митя. Всем удачи и пока!